В эфире интервью Яида Хамзина. Здравствуйте! Год назад в Министерстве науки и высшего образования заявили о запуске проекта «Трансформация в цифровые университеты». Цель проекта – цифровая модернизация вузов, охватывающая учебный процесс, инфраструктуру, научную деятельность и создание единой цифровой платформы. В этом проекте участвуют партнеры, такие как Microsoft. Также начата работа по обеспечению доступа студентов к мировым цифровым библиотекам, включая Курсера. С вице-министром науки и высшего образования Динарой Щеговой мы поговорим о результатах этих инициатив. Я приветствую вас в студии. Добрый день! Как у нас, какими темпами идет цифровизация? На самом деле, отдельное внимание главы государства уделяется вниманию цифровизации. В целом, он видит, что Казахстан должна быть IT-страной. И, естественно, каждый государственный орган в пределах своей компетенции и курируемой отрасли ведет цифровую трансформацию. Допустим, в нашем случае, наше Министерство науки и высшего образования, мы ведем полномасштабную работу по оцифровке и отрасли высшего образования и науки. В прошлом году, в конце прошлого года, была введена в промышленную эксплуатацию единая платформа высшего образования. Эта платформа объединила все вузы страны за счет интеграции. И мы на текущий момент владеем информацией по текущему контингенту, кто сейчас учится, сколько у нас преподавателей, сколько уже закончили. Допустим, три с половиной миллионов уже контингент — это те, кто закончил высшее образование. Но это больше для Министерства, да? Да. Информация нужна для Министерства для того, чтобы выстраивать стратегию, анализ, прогноз и на реальных данных. Не те данные, которые мы раньше по старинке вручную собирали, либо агентство по статистике нам передавало по итогам года и так далее. Мы сейчас это, получается, в автоматическом режиме собираем с вузов, напрямую получаем информацию. И уже у нас на текущий момент, на любой момент, есть актуальная информация по тому или иному вузу или в целом по стране. Допустим, на самом деле наши вузы, они в цифровизации очень большими темпами двигаются. Они понимают, как бы, ректора понимают важность цифровизации, цифровизации университетов. И все вузы в той или иной мере оцифрованы в плане... У них есть свои информационные системы, Learning Management System, LMS. Что это даёт? Какую информацию вы получаете? И на основе этой информации какие были уже реализованы проекты, инициативы? Ну, и, как я уже сказала, это даёт актуальную информацию о контингенте. Это первое. Второе. Сколько у нас сейчас учатся, допустим, на грантах? Сколько студентов... Скольки студентам полагается стипендия? Вот, например, в прошлом году тоже была большая работа проделана, автоматизированы как бы перечисления студентам, получается, стипендии напрямую. То есть раньше, если стипендии перечислялись, а сумма от государства на стипендии перечислялась вузом, теперь она перечисляется через АО «Финансовый центр» напрямую на счета студентов, без участия вузов. Исключён как бы человеческий фактор, плюс мы знаем на текущий момент конкретное количество студентов, которым полагается стипендия. Допустим, студент может выбыть, перевезти в другой, допустим, уехать в другую страну на учёбу. То есть процесс стал более прозрачным? Да, он стал более прозрачным, и данные более актуальны. То есть не те, которые нам подают вузы, а то, что мы видим уже из информационных систем в автоматическом формате. То, что была информация о наличии мёртвых душ? Сейчас уже такой фактор исключается, потому что мы видим успеваемость студента. Мы видим его успеваемость, и стипендия, она тоже как бы полагается на основании успеваемости, должна быть успеваемость. И мы уже видим, сколько студентов полагается конкретно в этом месяце стипендия. Это вот как раз-таки о том проекте, о котором я упомянула выше, цифровизация вузов. Цифровизация вузов, да. Плюс в этом году буквально недавно министром науки высшего образования был утверждён цифровой стандарт вузов. Это благодаря этому стандарту мы будем замерять цифровую зрелость университетов. На каком этапе они находятся. Как я уже говорила, единая платформа высшего образования, она нам нужна для того, чтобы делать аналитику и выстраивать дальнейшую стратегию на основании реальных данных. Data-driven economic строим. И поэтому вузы, они должны понимать, к какой планке они должны тянуться. И это примерно, если привести параллель, аналогию, это как индустрия 4.0. То есть есть стандарты индустрии 4.0, и все понимают, что на первом этапе, втором, третьем и четвёртом, и каждый владелец бизнеса, он стремится, конечно, улучшить. Сейчас на каком этапе? Точно так же это вузы. Мы сейчас этот стандарт, его утвердили совместно с сообществом, рабочая группа была буквально вот несколько недель назад. И теперь мы будем делать до конца года, мы хотим сделать замер и понять температуру, общую температуру по стране, плюс по каждому университету его зрелость. И на основании выявленного анализа мы будем уже давать, получается, не то, что будем давать, это будет настольная книга ректора. Он будет понимать, куда ему дальше стремиться, что должно быть следующим этапом. Потому что бывает, что иногда за счёт маркетинговых действий компаний и так далее продаётся какое-то решение, допустим, зачем вузу покупать крупные сервера или строить центр обработки данных, если у них нет элементарной внутренней системы автоматизации и так далее. То есть всё должно быть поэтапно. И вот это как книга, пошаговая книга для владельца бизнеса, для ректора, что, зачем, какая система должна внедряться и что она даёт, какие преимущества она даёт. Вот такой стандарт был утверждён. И мы уже на основании этого стандарта до конца года уже определим уровень цифровой зрелости в наших университетах. Но, безусловно, есть какой-то прототип вуза, к которому должны стремиться другие вузы. Это международный опыт или у нас есть уже пример? У нас уже реализуются внутренние проекты. Они реализуются последние два года. Восточно-Казахстанский технический университет, они как бы реализуют цифровой университет, это пилотный проект. Очень активно реализуются. Садпаев университет тоже как бы выстраивает свою цифровизацию. IT-университеты, вузы нашей страны, как бы они тоже активно выстраивают свою политику. И вразийские национальные. На самом деле, как бы очень много вузов, которые реализуют уже, не дожидаясь утверждённого стандарта, уже реализуют свою цифровую повестку, политику, делают внутреннюю трансформацию, оптимизируют бизнес-процесс, реинжиниринг проводят, исходя из тех возможностей, цифровых возможностей, которые у них появляются. И, естественно, смотрят международный опыт. Очень много университетов, как бы, в принципе, вузы за рубежом, да, они шагнули давно вперёд, они уже дают персонализированное образование, изучается международный опыт, и к этому стремятся наши вузы тоже. Ну, учитывая данные анализа, которые вы сейчас получаете, какие общие проблемы у казахстанских вузов? Где не особо чётко налажены бизнес-процессы? Ну, что касается именно цифровизации, общая проблема, это вот как раз-таки была, не было единого видения поэтапной, как бы, реализации, к чему стремиться по цифровизации, что, зачем, какие цифровые данные в той или иной мере, данные, они имеют свою ценность. Какие-то данные с высокой ценностью, да, они нужны для того, чтобы вести и развивать, как бы, университет, чтобы он поднимался в рейтинге, там, и так далее. Какие-то данные, они менее, допустим, влияют на, как бы, развитие вуза. И вот, исходя из этого, как бы, было очень сложно с приоритизацией. Она основывалась на индивидуальном мнении департамента цифровизации отдельного вуза. А сейчас за счёт, вот, получается, систематизации, за счёт изучения международной практики, опыта, за счёт того, что это уже утверждено, как в белой книге, да, изложено, уже каждый вуз имеет возможность построить свою стратегию, которая будет в ногу с ожиданиями, да, как бы, главы государства, в ногу будет с ожиданиями и планами, которые реализовывает правительство. Ну, и так, чтобы это всё удовлетворяло студентов, да? Обязательно. Было комфортное обучение. Но, тем не менее, на какой период рассчитан этот вот план? Так как у нас, как бы, в стране уже принята такая политика, ранее, законодательно, об академической свободе, есть, конечно, минимальные требования, которые мы, как министерство, будем требовать от вузов, то, чтобы они были в электронном формате. Уже остальные, как бы, этапы развития, это будет рекомендательного, как бы, рекомендательного характера. Ну, на самом деле, мы с вузами проводим очень много встреч, семинаров совместных, метапов. Мы сейчас... Есть ли сопротивление со стороны вузов? Нет, сопротивление. Вот с момента, как бы, моего перехода в министерство мы начали проводить ежемесячные метапы с проректорами, которые курируют цифровизацию, где на каждой встрече, где мы, как министерство, выступаем, и мы говорим, какая сейчас повестка в правительстве, какие сейчас ожидания у министерства, что от нас ожидает народ, как бы, и, исходя из этой повестки, мы начинаем обсуждать, что должны сделать или что могут сделать со своей стороны вузы, какую они видят ценность, допустим, в том или ином проекте. И сопротивление абсолютно, как бы, не встречается. Ну, единственное, конечно, есть в том, что финансирование нужно на цифровизацию, конечно, что вузы, конечно, хотят сотрудничать больше с казахстанскими IT-компаниями. И, как бы, здесь тоже мы приглашаем компаний, которые выступают, показывают свои решения, допустим. Также транснациональные компании приглашаем, которые показывают свои решения. И, как бы, сопротивления я не встретила. Ну, в итоге, к чему мы стремимся? Что это даст? Это даст, что наши студенты, как бы, скажем так, конечная цель всего этого, все работы, которые проделывает министерство, что наши студенты будут высоко квалифицированные и трудоустроены именно по своему направлению. И они будут строить карьеру так, как они хотят этого, а не как, как бы, получается в жизни. Поэтому за счет всех политик, всех трансформаций, которые министерство проводит, мер нормативно-правых актов, законов, ну и цифровых проектов, это все вкупе должно дать новые возможности для студента и, на самом деле, повысить, поднять на новый уровень высшее образование в стране. Ну и помимо проекта по цифровизации вузов, какие еще реализуются вот в этом направлении? Какие возможности сейчас предоставлены для студентов? Глава государства давал такое поручение, чтобы мы активно сотрудничали с транснациональными компаниями. Чем это обусловлено? Тем, что транснациональные компании, они вкладывают огромные ресурсы, у них есть огромные ресурсы для того, чтобы разрабатывать курсы, контент, постоянно его обновлять, проводить какие-то инновационные исследования, да, и тем самым улучшать контент своих образовательных курсов. И поэтому мы активно работаем с такими компаниями, как Google, Coursera, NVIDIA активно в этом году тоже мы начали работу, Huawei и другие, где они дают возможность доступ к их внутренним курсам, которые не находятся в общем доступе нигде. Студенты активно используют эти возможности? Да. Допустим, вот Coursera, это уже с прошлого года этот проект, в прошлом году он был реализован совместно с фонд Халкна, в этом году министерство уже самостоятельно его реализует. В прошлом году был доступ для... было 20 тысяч лицензий, которыми воспользовались 70 тысяч студентов. И студенты активно используют Coursera. Почему? Потому что плюс министерство как бы дало возможность, что если ты прошел курс, допустим, по искусственному интеллекту на платформе Coursera от NVIDIA, да, или от Stanford, ты можешь потом свой сертификат, свой сертификат предоставить у себя в университете, и он зачитывается как пройденный курс в университете. И не надо дополнительно тратить свое время, как бы, или чтобы пройти его в университете. И в дипломе уже у нас есть выписки с дипломов по результатам у выпускников прошлого года, где в дипломе написано, что вот курс, допустим, по искусственному интеллекту, он был пройден от Stanford, университета Stanford. И мы понимаем, что завтра, когда работодатель будет смотреть этот диплом, будет смотреть выписку из диплома, он будет видеть, что студент учился еще на лучших платформах, от лучших университетов получал знания. Потом Huawei, допустим, проект, тоже большой проект, они открыли 40 IT-академий по всей стране за два года, и еще планируют не останавливаться на этом, будут открывать дополнительные академии в вузах. И для них самих было таким сюрпризом то, что за два года Казахстан добился хороших успехов именно в этих академиях, студенты. Huawei проводит ежегодно огромный ICT-компетишн, в этом году они проводили в Катаре, в котором участвуют 90 стран. 170 тысяч студентов, которые учатся в топовых университетах, и наши студенты заняли первые места по двум направлениям, по Computing Track и Cloud Track. Заняли первые места, они были удивлены, говорят, за два года такие результаты, говорят, мы впервые видим в стране таких результатов. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, что о цифровизации высшего образования и науки мы говорили с вице-министром науки и высшего образования Динарой Щегловой. На этом наша программа завершена. И прощаюсь с вами до следующих встреч в эфире.